здравствуйте дорогие ребята сегодня мы с вами продолжаем говорить о программе delphi запишем пожалуйста тема нашего сегодняшнего урока компоненты лист бокс комбо бокс и spin edit так на прошлом уроке вам было задано домашнее задание составить приложение которое будет называться простой тест на прошлом уроке мы с вами выполняли эту практическую работу я показывала вам как все это делается сегодня давайте проверим как это приложение должно у нас работать итак запускаем наше приложение мы помним здесь у нас находится компоненты прошлый раз которые мы с вами познакомились на уроке теперь мы должны запустить и ответить на каждый из предложенных вариантов здесь у нас пять вопросов первые три вопроса у нас были с единичным выбором ответа а на вторые два вопроса 4 5 у нас были множественный вариант ответа давайте попробуем посмотреть как у нас это будет работать значит первый вопрос у нас наименьшая единица измерения информации у вас есть четыре варианта байт бит мегабайт и килобайт мы все помним что и наименьшей единицы у нас будет являться бит значит отмечаем этот вариант ответа нажимаем на кнопку проверить у нас выходит сообщение что мы ответили верно второй вопрос язык программирования то есть из предложенных вариантов вы должны выбрать что является языком программирования естественно из предложенных здесь вариантов у нас это будет delphi проверить верно третий вопрос html язык программирования нет правильный ответ будет нет это не является языком программирования нас такой вариант есть здесь нет ну давайте попробуем специально ответить неправильно чтобы посмотреть что у нас получается когда мы отвечаем неправильно выберем любой из других вариантов проверить вышло сообщение неверно далее устройство ввода информации к ним у нас относится сканер относится принтер не относится клавиатура относится монитор не относится значит выбираем правильные варианты сканер и мы сказали клавиатура нажимаем проверить верно теперь устройство вывода информации первое монитор является да является принтер является сканер не является мышь не является отмечаем те варианты которые мы сказали правильными нажимаем проверить и вышло наше сообщение что всего у нас было пять вопросов количество правильных ответов из них у нас 4 и процент нашего теста получилось 80 процентов у вас должно получиться было примерно точно такое же приложение вопроса я вам говорила брать можно абсолютно любые но естественно связанные с темой информатика так и к наша кнопка выход который закрывает наше приложение теперь переходим к теме нашего урока прежде чем познакомиться с нашими компонентами давайте скажем что же такое у нас список так пожалуйста записываем свои тетрадочки список это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов являющихся текстовыми строками какие виды списков мы с вами можем рассмотреть первый вид списка у нас будет простой и второй вид списка у нас будет комбинированный значит для первого вида списка мы с вами будем использовать компонент лист бокс а для второго комбинированно у нас будет компонент комбо бокс так давайте посмотрим как они у нас работают первый компонент у нас лист бокс он у нас располагается на вкладке стандартная виде вот такого вот значка вот более крупно он у вас здесь показан значит для чего нам нужен этот список для того чтобы вводить в нем все наши списки которые полностью у нас идут в одну строчку или в один столбец но как они располагаются на форме может быть один вид может быть второй вид принципе для списка мы использовали компонент радио групп а лист бокс выполняет те же самые функции но в чем его преимущество по сравнению с радио группом радио групп занимает слишком много места на нашей форме для того чтобы сэкономить это место мы используем этот компонент лист бокс каким образом он экономит наше место он нам дает преимущество то есть если у нас такой вот длинный список и мы нашу компонент сделаем чуть чуть меньше у нас появляется вот такая вот полоска линейка прокрутки таким образом прокручивая мы сможем выбрать тот элемент из нашего списка который нам необходим необходим так основное свойство нашего компонента лист бокс это items вот здесь на вкладке инспектор объектов мы выбираем его нажав на свойство т стринг у нас появляется вот такое вот окошко в этом окошке мы в столбик печатаем весь наш список который мы хотим в данном случае здесь просто строка 1 строка 2 и так далее что было понятно нажимаем на кнопку ok и наш список у нас появляется следующее свойство которыми у нас обладает наш компонент лист бокс это item индекс он нам возвращает номер из своих средств выделенной строки следующее свойство колумбс он определяет число колонок одновременно видимых на экране но это свойство обычно используется редко следующее свойство top индекс позволяет управлять номером элемента который отображается верху списка и следующее свойство Multi Select предоставляет возможность множественного выбора. То есть можно выбрать не один элемент, а несколько. Следующий компонент, о котором мы сегодня с вами будем говорить, это Combo Box. Он еще удобнее, чем List Box и Radio Group. Чем он удобен? Поскольку на форме он занимает еще меньше места. Значит, он у нас располагается на той же самой вкладке стандарт, что и предыдущие наши компоненты, вот в виде вот такого значка, рядышком с List Box. Вот он здесь вам крупнее немножко показан. Он играет роль выпадающего списка, в чем его и преимущество. То есть на форме мы его располагаем вот так вот в виде одной как бы линии, и в конце есть такой маленький треугольничек, на который, когда мы нажимаем, у нас вот так вот раскрывается наш список, то есть выпадающий. Этим он и выигрывает, этот компонент. Его свойства. Основное его свойство также является Item Index. Мы аналогично предыдущим свойствам в инспекции объектов нажимаем на T String, вот на эти три точечки, и у нас открывается окошко, в котором мы вводим все эти наши списки. Нажимаем ОК, и у нас появляется наш список. Следующее свойство, которыми обладает наш компонент ComboBox, также является Item Index. Тоже также возвращает номер выделенной строки. Следующее свойство, уже новое здесь, Drop Down Count. Определяет количество строк, видимых при раскрытии. То есть когда мы раскрываем список выпадающий, сколько строк там будет у нас. По умолчанию их у нас восемь. Можно, конечно, задать и больше. Следующее свойство, Drop It Down, определяет раскрыт ли список. То есть можно ли его раскрывать. И следующее свойство, Count, сдаёт число элементов списки. И самое важное свойство, которое является у ComboBox, это Style. То есть он отвечает, в каком виде перед нами будет представляться список. У Style есть пять пунктов, которые нам позволяют раскрывать список. Что это за пункты? Давайте посмотрим. Значит, первое у нас CS Drop Down. Это основной стиль. При нём мы можем не только выбрать элемент из имеющего списка, но и вводить в нём свой какой-то элемент, то есть внести в него вручную какое-то изменение. Следующий элемент у нас CS Drop Down List. При этом стиле можно только выбрать из списка, то есть вручную ввести уже ничего невозможно. Следующий элемент. Call Sound Drop Faxed. При этом стиле вы можете рисовать элементы сами с помощью графических средств, но заметьте, высота элементов при этом у нас будет фиксированная. И в следующем свойстве, аналогичном этому, Our Draw Variable. При этом стиле вы тоже можете рисовать сами элементы, но отличается от предыдущего тем, что уже здесь высота элементов не фиксированная, то есть можно сделать уже такую, какую вам необходимо. И следующий стиль — это у нас Simple. Только строка ввода без выпадающего списка. То есть здесь будет только одна строчка, список выпадать не будет, и таким образом этот компонент в этот момент будет схож с нашим компонентом Edit. Так, следующий компонент, о котором мы сегодня говорим с вами, это Spin Edit. Он у нас располагается уже на другой вкладке, которая называется у нас Samples. Вот она здесь выделена. Она находится в самом конце программы. Иногда ее не видно, тогда немножко нужно переключателем продвинуться вперед, чтобы эта вкладка у нас появилась. И вот этот значок Spin Edit. Вот он здесь крупно показан. Этот компонент нам предназначен исключительно для ввода целых чисел. Значит, мы можем здесь вводить нужное нам число. Здесь все такие вот две кнопочки, две стрелочки вверх и вниз, помогают нам переключиться с одного числа, как бы перейти на другое. По умолчанию это значение у нас имеет один, то есть по одному значению вверх идет или вниз, как нам необходимо. На форме он выглядит вот таким вот образом. То есть маленькое окошечко, вот эти два значка, и здесь наше число, которое мы с вами вводим. Также есть возможность ввести значения плюс и минус. Значит, свойства этого компонента Spin Edit. Первое свойство Editor Enable разрешает или запрещает ручной ввод чисел. То есть какое будет число там, то оно у нас уже фиксировано. Следующий, Increment, позволяет задать шаг изменения числа при нажатии кнопки увеличения или уменьшения. По умолчанию мы сказали, это у нас имеет значение 1. Следующее свойство Max Value определяет максимально допустимое значение нашего числа, которое находится в этом компоненте. Min Value аналогично определяет минимально допустимое значение этого компонента. И следующее свойство просто Value возвращает текущее значение числа. Так, мы с вами познакомились сегодня с тремя компонентами. Теперь давайте попробуем с помощью них создать маленькое предложение, которое у нас будет называться «Лучший футболист». Значит, как оно у нас будет работать? То есть мы с вами должны будем сделать список, в котором у нас будут имена наших футболистов. И в течение как будто происходящей игры вы должны будете каждому из футболистов давать какие-то очки, баллы. И они у нас должны будут сохраняться. Значит, каким образом? Какие элементы мы расположим на форме и как это будет все у нас работать? Значит, первое, что у нас здесь будет появляться, это у нас появляется компонент ListBox. Вот он у нас, мы здесь его располагаем. Следующий компонент у нас SpinEdit. Вот он у нас. Следующий компонент ComboBox. Это все три компонента, с которыми мы с вами сегодня познакомились. И последний компонент, который мы здесь с вами располагаем, это у нас Button. Значит, в компоненте ListBox мы должны будем записать весь список футболистов. Можете выбрать любых футболистов, которые вы знаете. Компонент SpinEdit. Значит, здесь какие свойства мы ему сдаем? Мы сдаем минимальное значение 1 с помощью свойства MinValue. Максимальное значение у нас будет 5. И допустимое у нас будет в свойстве Value иметь значение 5. Компонент ComboBox. Здесь мы задаем значение 0. То есть каждый, как бы наш футболист, будет иметь пока 0 баллов. А в процессе мы будем из выбранного списка добавлять ему баллы, и он записываться будет в наш компонент ComboBox. И наша последняя кнопка Button. Это окей. Нам она уже всегда известна. Нам нужна для того, чтобы мы могли уже запустить наше с вами приложение. И в ней, собственно говоря, мы записываем весь код программы. Так, на что следует особо обратить внимание? Это на наш список, который мы сдаем в лист боксе. Значит, давайте разберем теперь наш код программы. Когда мы нажали на кнопку OK, кнопку Button, мы попадаем в следующий код. Все помним, что строчка первая, процедура T-Form, один Button, один клик у нас автоматически появляется. Это строчка со словом begin, и в конце end у нас появляется автоматически. Мы с вами печатаем следующий код для нашей программы. Значит, мы описываем здесь две переменные в разделе переменных var. i и integer. Им присваиваем тип целого значения. Это у нас слово integer. Далее, строчка у нас i, двоеточие равняется listBox1.itemIndex. Что это означает? Это будет означать, что когда мы выбираем в компоненте listBox любого из нашего футболиста, его имя присваивается нашей переменной i. Далее, с помощью разветвляющегося цикла if мы начинаем сравнивать нашего футболиста с помощью переменной i с нулем. У нас должно быть больше или равно. Далее, мы говорили, что в компоненте comboBox мы каждому футболисту присваиваем пока баллы в виде нуля. Для этого у нас есть переменная j, двоеточие равняется str2int в скобочках comboBox1.items в квадратных скобках i, закрывается наша скобка. То есть, наше j присваивается значение нуля из компонента comboBox. Дальше, с помощью компонента spinEdit, когда мы будем выбирать какие-то баллы, у нас будет добавляться к нашему нулемовому значению, которое у нас находится в компо-бокс. Для этого у нас следующий код программы j, двоеточие равняется int2str, скобка открывается, j, плюс spinEdit1, точка, балую, скобка закрывается, и конец нашей программы. Что у нас с вами должно получиться в результате? То есть, вот наша программка, приложение, в котором, заметьте, вот здесь то, о чем я говорила, в comboBox каждый футболист имеет пока ноль баллов. Когда вы будете выбирать любого футболиста, вы должны будете нажать здесь spinEdit, сколько баллов вы ему добавляете, нажимаете на окей, и каждому футболисту добавляется тот балл, который вы ему присвоили. Запустим наше приложение и посмотрим, что у нас получается. Значит, наше приложение выходит, здесь у нас каждому присваиваются нулевые значения. Теперь, если мы с вами будем выбирать какого-то футболиста, например, Рональда, здесь мы ему добавляем 4 балла, нажимаем окей, выберем другого, например, Лиссандра, добавим ему 5 баллов, нажимаем окей, раскрываем наш компонент comboBox, и здесь видим, у остальных нулевые, у Рональда 4, у Лиссандра 5 баллов. Закрываем обратно наш компонент, если мы, например, Рональду опять добавим какое-то количество других баллов, нажимаем окей, то мы видим, что здесь у него опять тоже это у нас изменяется. Вот здесь стало 8, а до этого было у нас там другое значение. Вот таким образом работает наше приложение «Лучший футболист». Надеюсь, вы тоже сможете его все сделать, и у вас оно обязательно будет работать. На этом тема нашего урока подходит к концу. Давайте запишем домашнее задание. Значит, сегодня вы должны будете выполнить следующее домашнее задание. Ответить на вопросы 1, 2, 3 на странице 124. Таким образом, вы закрепите теорию, которую мы с вами сегодня изучили. И пример, который я вам показала, нужно обязательно тоже постараться его выполнить. И свои домашние задания вы присылаете в свой электронный дневник своему преподавателю на kundalik.com в виде прикрепленного файла. Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч.